Дивизиона по работе с личным составом, майор Паланчук Арман Петрович. На данный час остро стоит проблема в нашем подразделении. Да ну и не только в нашем, это с экипировкой, в частности с бронежилетами для наших ребят. Ну и частично с военной обувью, потому что, к сожалению, та обувь, которая им была выдана, недостаточно прочная и, скажем так, в полевых условиях она быстро изнашивается. Вот. Хочу сказать огромное спасибо городским властям, предпринимателям, жителям города Мелитополя и района за оказанную нам помощь, за то, что они не остаются в стороне, за то, что они переживают за своих отцов, сынов, своих горожан. Вот. Отдельное спасибо хочу передать женщинам города Мелитополя за то, что они подарили нам столь дорогой подарок. Действительно он необходим. Спасибо вам большое. Он будет применяться для того, чтобы мы защищали вас. Это действительно важный атрибут в нашей армейской жизни, в частности для командира. Поэтому огромное вам спасибо. Обещаю, что будем прикладывать все усилия для того, чтобы ваши сыновья, мужья, отцы вернулись живыми. Вот. Ну и продолжили радовать ваш глаз. А когда вы переводите, ну, 55-я эта бригада, когда уходит из-за проживания? Эту информацию вам предоставить не могу, поскольку эта информация носит закрытый характер. Вот. Это пока не точно. Надеемся все же, что это закончится до того, как наше подразделение уйдет туда. Вот. Потому что... Я лично находился там некоторое время, ну и не очень хочется, чтобы эти ребята там оказались. Ну, тем не менее, они к этому готовы. Готовы морально. Практически мы прилагаем все усилия для того, чтобы их научить всему, что им необходимо. Вот. Они всячески стараются, прикладывают все усилия. Очень интересуются военным делом. Вот. То есть нету из них таких ребят, которые абсолютно равнодушны. Всем интересно, все стараются, все выкладываются по максимуму. Потому что действительно они пришли сюда сами. Действительно они патриоты своего государства, своего края. И у каждого из них стоит задача защитить свою семью и свою родину. Нам сказали, что были люди, которые ушли. Ну, это единицы со всего нашего коллектива. Ну, они сделали свой выбор. С одной стороны. Ну, а с другой стороны, я считаю, это тоже мужской поступок, когда человек поступает честно. И осознав то, что оказавшись в наших стенах, он все же для себя сделал вывод, что он не сможет сделать то, что от него требуется. И дабы не подвести свой коллектив, подразделение и свое государство, честно признался, что он этого сделать не сможет. Ввиду своих сложившихся причин и обстоятельств. А ему за это грозит какая-то уголовная ответственность? Ну, в этом случае каждому будет индивидуальный подход. Есть, к сожалению, из этих людей, те, кто перешли границу закона. Ну, а есть такие, которые, я повторюсь, подошли и честно сказали. Вы извините, мы не хотим, мы хотим защищать родину, но мы не готовы, не хотим подводить свое подразделение, поэтому лучше мы будем в военкомат, встанем обратно на учет и будем делать полезные дела в тылу дома, чем мы будем подводить своих товарищей на передовой. Продолжение следует...